Мэдисон Раундерс Ну что ж, давайте перейдем, посмотрим, что представляет из себя эта известная колода Ну что ж, друзья, давайте посмотрим, что из себя представляют карты Мэдисона Раундерс Вайт Несмотря на то, что сами карты белые, коробка у этих карт выполнена полностью черная Она черная и содержит льняное покрытие То есть на ощупь она более шершавенькая по сравнению с гладкими коробочками байсиклов Итак, что мы видим на коробке? На коробке мы видим квадрат Малевича Ну да ладно На коробке мы на лицевой стороне ничего не видим Просто обычный черный фон Ничего не видим на торцах Единственное, что вот сверху на язычке, на крышечке, точнее надпись Мэдисон Ну то есть это фамилия самого Мэдисона Далее и вон, значит, фирменный логотипчик Такая буква М в таком красивом узорчике Ну и название самих карт Раундерс Раундерс это с английского переводится как английская лапта То есть Мэдисон англичанин Видимо, из-за этого он и назвал эту колоду Раундерсов Наверное, любил в лапту играть Итак, на стороне задней у нас что указано? Тоже указано просто два узорчика Мэдисона Да, с буквами М по центру Ну и снизу эмблема иллюзиониста То есть написано иллюзионист, playingcardcompany Дальше иллюзионист.com И адрес их San Rafael, Калифорния То есть Мэдисон, он как бы хорошо сотрудничает с иллюзионистом И эти карты под их эгидой как бы и выпускаются Вот такая вот обычная коробочка Мэдисон славится своей любовью к минимализму Ну и поэтому ничего особенного в коробке Раундерс вы не увидите Обычная черная коробка Такая вот в минималистическом стиле Что ж А вот открываю, кстати, вот не в курсе я Что вот это за инициалы такие на язычке Но я так подозреваю, GL это инициалы человека Который имеет какое-то отношение к этой колоде Ну и здесь вот указано PM Видимо время какое-то там Что ж, давайте достанем саму колоду Внутри коробка у нас тоже, кстати, черная Да, и кстати, коробочка она такая Чуть потолще, чем коробочки от байсиклов Или от Талихо, от Ви То есть она такая более надежная Да, серия, кстати, вот эта белая серия Она последняя из серии Раундерсов То есть, как известно, есть черные, есть коричневые, есть синие Раундерсы Вот эта белая, она завершающая Итак, давайте посмотрим, что у нас есть в этой колоде Первым делом у нас идет даблбэк карта То есть карта с двойной рубашкой И, кстати, предлагаю сразу же рубашку рассмотреть Ну, рассматривать здесь особо нечего То есть обычное белоснежное такое покрытие Белая рубашка С узорчиками Мэдисона, да, его наизвестный узор Ну и, собственно, все Больше ничего здесь нет Вот такая вот рубашка у этой колоды Так, дальше у нас идут Туз пик и два джокера Давайте посмотрим на пикового туза На пиковом тузе изображена, ну, как обычно, да Пиковая масть Надпись Мэдисон Надпись Раундерс И такая загадочная надпись на латыни Кевиат Эмптор Что в переводе с латыни означает Пусть покупатель будет бдительным И надпись United States Playing Card Company Ну, известная нам уже давно полюбившаяся компания Которая выпускает игральные карты То есть на их станках штампуются все вот эти вот карты Вот такой вот пиковый туз Тоже такой в минималистическом стиле выполнен Обычная масть, пара надписей и все Итак, джокеры На картах Мэдисона, значит, ворона Изображена именно на картах джокер Ворона причем с завязанными глазами Не знаю почему, но вот таким вот образом она выполнена То есть на обоих джокерах вороны полностью одинаковые Единственное различие лишь в том, что вот видите Вороны эти держат такие фишки Руками прижали Так вот, на одной из фишек На одной из фишек Изображена эмблема именно вот этого Мэдисона Да, вот это его узор с буквой М А на другой вороне изображена девяточка крести Точнее не на вороне, а на фишке, которая лежит рядом с вороной Изображена девять крести Все Больше никаких различий здесь я не увидел По крайней мере, невооруженным глазом ничего не бросается Вот такие вот у нас джокеры Теперь давайте посмотрим саму колоду Изображения здесь, кстати, должен сказать, не классические Не такие, как на байсиклах стандартах То есть немножечко видоизменений есть Хочу сразу заметить по красным мастям По червам и бубнам То есть, к примеру, если я возьму карту из байсиклах стандартов И карту из Мэдисона Раундерса То обратите внимание, карты Мэдисона Вот именно красные цвета, да, червовые Они более темные по сравнению со стандартами Здесь они более красные Вот это вот такое вот отличие Именно по красным картам По черным все то же самое Обычные черные карты Крести пить Давайте посмотрим саму колоду То есть тузы у нас все точно такие же Вот обратите внимание, валет Немножечко он выполнен по-другому То есть, если мы возьмем, например, пикового вальта Из стандартов То изображение у него совершенно другое Вот, для сравнения Как бы, по сути, все то же самое Даже вот узорчик такой вот в руках Он тот же самый держит, да Но лица и расцветки изменены То есть, у Мэдисона здесь присутствует Темно-красный цвет, как на мастях, да Черный цвет и белый цвет И все То есть, вот таким вот образом выглядят у нас эти карты Обратите внимание, вот так вот выглядит крестовая дама Тоже совершенно другое лицо у карты И также по минимум цветов Темно-красный, черный, ну и белый, соответственно Крестовый король Бубновый король Бубновый валет Вот, бубновый валет очень сильно похож на вальта бубнового Из стандартов Так, сейчас мы его найдем по-быстренькому Да, вот бубновый валет одинаковый Обратите внимание Ну, различаются только расцветкой А в общем и целом все то же самое Вот таким вот образом выглядит у нас червовый король Тоже совершенно другой король Так выглядит у нас червовый валет Какой-то тут небритый он Прям как я в основном Здесь вот у нас крестовый валет Тоже совершенно другое лицо Пиковый король Тузы все те же самые Дама Буби, обратите внимание Тоже совершенно другая Не как в стандартах Дама Пик Тоже такой хитрющий взгляд Ну, как обычно у пиковых дам Ну и дама Черви То же самое Не такая, как в стандартах То есть изображение не классическое Единственное такое же лицо у бубнового валета Остальные все карты, картинки разные Ну, собственно, больше рассказывать как бы особо нечего Потому что, как я уже упоминал Мэдисон любит минималистический стиль Поэтому особо здесь никаких Прорисовок и разрисовок Как, например, на Монархах Да, здесь вы не найдете Мэдисон очень долго, кстати, подбирал Бумагу для своих вот этих карт Перепробовал более 50 видов Ну, должен заметить, карты очень-очень даже хорошие То есть с ними очень хорошо все выполняется Веерятся замечательно То есть скольжение у них прям на высоте Друзья, если кто-то захочет купить такую колоду То в описании к этому ролику Я оставлю ссылки на магазины Где вы можете купить эти карты На проверенные магазины, должен заметить Где вы можете купить такие карты Так что, если вам нравится минималистический стиль Если вы фанат и поклонник творчества Мэдисону То, я думаю, эти карты вам пригодятся В коллекцию вам они пойдут Ну что ж, друзья На связи с вами был Куликов Сергей Он же Моряк И спасибо за то, что досмотрели до конца этот обзор Кто до сих пор не на моем судне Рекомендую прямо сейчас кликнуть на иконку С изображением корабля И подняться ко мне на борт Ну что ж, на связи был Куликов Сергей Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok